В Москве и Карелии сегодня траур по погибшим детям. Во время турпохода на Сямозере лодки попали в шторм. По официальным данным погибли 14 подростков. Группа приехала в летний лагерь из Москвы. В воскресенье вечером в Карелию отправились родственники и близкие погибших и пострадавших. О том, как произошла трагедия, какие есть версии на данный момент, подробнее Антон Подковенко. Они уехали вечерним поездом Москва-Петрозаводск. Родные и близкие детей, которые погибли в Карелии или до сих пор числятся пропавшими без вести. Родители привезли спецавтобусом с полицейским сопровождением и мигалками из департамента по социальной защите, где их собирали весь вечер. Им очень трудно говорить обо всем произошедшем, однако некоторые не отказали в интервью. Собес дал путевочку. Там единственное место нашлось и сказали, что есть место для ребеночка вашего. Я согласилась и отправила его туда. Сколько он там пробовал? Со 2 июня его отправила. Получается, две недели уже. 26 он должен был приехать, его встречать должно было тут. А вот он вам звонил, говорил, что это за сплат или что куда-нибудь? Там сказали, что спортивное, что для детей, они будут в походы ходить, отдыхать, горы. Связи нет, поэтому не можем ничего сказать. Скажи, вы не знаете, есть там ваших порт? Нам позвонили и сказали, что ребенка в списке спасенных нет. Но это еще не о чем не говорит. У департамента дежурили машины МЧС, скорой помощи, в здание заходили медики. Вероятно, с родителями работали психологи, что вполне объяснимо. Между тем, вокруг корейской трагедии возникает все больше и больше вопросов. В лагере парки Сямазера отдыхали дети, в том числе из неполных и неблагополучных семей. Часть путевок распределял департамент по социальной защите Москвы. То есть это были бюджетные деньги, затраты которых по логике должны следить. Там были дети из детских домов. Это путевки, которые приобретены за счет средств бюджета. Путевки, которые приобретены по конкурсу. Дети в таких случаях обязательно выезжают в сопровождении кого-то из взрослых, кто, собственно, является официальным представителем структуры. Он обязан их проводить до лагеря, посмотреть, как дети устроены в лагере. Возможно, какое-то время там походить и постоянно поддерживать связь с детьми. Неожиданной информации о лагере Сямозера все больше. Это отзывы в интернете родителей, чьи дети там отдыхали. Оказывается, в походах они спали в сырых палатках, на привалах открывали консервные банки с помощью камней, а в лагере на кроватях вообще не было постельного белья. Отвратительные условия. Дети постоянно болели, присмотра за ними не было. Постоянно пропадали вещи, цены, одежда, сотовые телефоны, деньги. И никто никак на это не реагировал. И вот в том году дети убежали из лагеря. Говорили, что там еще их плохо кормили детей, потому что они вообще голодными ходили. Много детей. Не хватало места. И поэтому нас первый же день всех кого-то куда-то отправили. Нас отправили на сплав, а вот этот девятый отряд отправили как раз на этот остров. Как рассказывали дети, вожатые предложили куда-то сплавать. Просто поплавать на этих на плотах на каноэ. Когда был этот шторм тоже, был сильный дождь, сильный ливень, под который мы попали, потому что мы как раз тоже сплавлялись. Хуже дети рассказывали, что они там тоже чуть не перевернулись, тоже чуть не утонули. Они куда-то приплыли, там была какая-то старая заброшенная церковь, и им пришлось даже там ночевать. Они там спали на скамейках, на полу, но у них не было никаких спальных мешков, потому что они просто решили поплавать. Коллеги по туристическому рынку, сотрудников лагеря Сямозера, даже не слишком удивлены тем, что произошло. Говорят, там проблемы уже несколько лет с транспортом, санитарией, инфраструктурой, медицинским обслуживанием. А еще лагерь-парк официально не значится в списках предъявителей туристических услуг. Имеет плохую репутацию, и, собственно, наши местные туроператоры не работают давно уже с данным объектом размещения. Ввиду и антисанитарии, и плохого удобства, и там постоянно были какие-то проблемы то со светом, то с транспортом, то с кухоней. Лагерь, однако, продолжает функционировать. Пока непонятно, как сотрудникам удавалось скрывать многочисленные недостатки перед теми, кто отправлял в Сямозеро своих детей. Как выясняется, на свой страх и риск. Чем коварное озеро, оно просто мелкое, и когда будет небольшой ветерок, если дунет, то поднимается очень большая волна, которая может просто накрыть. И то, что подошло вчера, я, честно говоря, вообще удивлен, кто дал команду выйти. У нас еще в пятницу было штормовое предупреждение, было раздохнуто и по СМС всем, потому что ветер дул больше 10 метров в секунду. Кто дал команду отплывать? Один из главных вопросов расследования, которое начал Следственный комитет. На месте крушения, на месте преступления работают следователи и криминалисты Центрального аппарата Следственного комитета, которые немедленно выехали на место трагедии по приказу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Кстати, расследование этого уголовного дела находится под его личным контролем. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников детского лагеря и других лиц, которые отвечают непосредственно за организацию отдыха детей, ну и, естественно, катание на лодках в условиях плохой погоды в частности. У коллег из других баз отдыха в голове не укладывается, как можно было пойти в такой сильный ветер на прогулку по озеру даже не на лодках, а так называемых рафтах. Это резиновые лодки, предназначенные для спуска по горным рекам, которые не отличаются большой устойчивостью. Два дня все время говорили о том, что штормовое предупреждение, штормовое предупреждение. Жалко, жалко людей, но это беспечность руководителя не коротко. Сямозера достаточно мелкая, и даже незначительный ветер может вызвать на нем большую волну. А 10 метров в секунду — это нешуточные порывы, способные играючи перевернуть небольшие резиновые лодки. Скорее всего, их перевернуло, дети оказались в воде, но подплыть к крафту во время шторма вручную практически невозможно. Скорее всего, находясь в воде, дети начали перехватить, прошло переоставление организма. На месте трагедии работают сотрудники МЧС, психологи, сотрудники прокуратуры изымают документацию в лагере. Что касается директора Сямозера Елены Решетовой, то известно, что на момент трагедии ее в Карелии не было, и сейчас с ней работает следствие. Антон Подковенко, Дмитрий Малышев, Алексей Кошлаков, Вести.